Повышение температуры, тошнота, потемнение в глазах, звон в ушах – это первые признаки теплового удара. Его коварность в том, что случиться он может и в тени, и на улице, и в закрытом душном помещении. За последние две недели на Муромской станции скорой помощи участились подобные звонки. Ухудшается самочувствие людей, страдающих хроническими заболеваниями. Чаще всего это заболевания, связанные с сердечно-сосудистой системой. Обычно это гипертоники, у которых давление поднимается. То есть вот в чем вопрос. Наиболее подвержены тепловому удару люди, находящиеся в алкогольном опьянении. Со слов Владимира Сорокина, пациенты на веселе осложняют работу медикам больше всех прочих. От жары страдают и дети. Нередко помощь скорой нужна тем, за кем недоглядели родители. Дети, которые находятся в настоящий момент чаще всего на улице, которые, если брошены сами на себя, на произвол судьбы, родители за ним не следят, часто без головных уборов, забывают часто пить, забывают смачивать голову водой. То есть эти меры необходимы, чтобы предотвратить вот такие явления, как тепловой удар, солнечный удар. Интересно, что с подозрениями на тепловые удары в скорую чаще обращаются молодые люди. Видимо, старшее поколение, наученное опытом, знает простые правила, как не стать жертвой жары. В пик полуденного солнца, это где-то с 12, примерно, и до 3 часов, стараться все-таки находиться где-то в тени. Если вы выходите непосредственно на прямое солнце, то надо иметь головной убор обязательно. Желательно с собой носить даже в маленьких каких-то бутылочках питье. Самое лучшее – это обычная питьевая вода. Нужно помнить, что перегревание тела способствует все, что мешает выделению пота, а также переутомление, физическое напряжение, обезвоживание, обильная еда, влажность воздуха и плотная одежда. Медики рекомендуют – будьте внимательны к себе, предотвращайте солнечные и тепловые удары, ведь у скорой помощи сейчас самое напряженное время. Ольга Килешина, Александр Барсуков, Новости 24, Муром. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова